МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стали работать над новым беспилотным комплексом оперативно-тактической разведки «Стриж Ту-141». После распада СССР большое количество беспилотных аппаратов оказалось на территории Украины. Одну из модификаций рейса там используют в качестве мишени. Так, украинская символика. Вот она. Вот она, чтобы никто не сомневался. Вот это вот. Вот двигатель. Видимо, это фрагмент. 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 Я рисую, что это какая-то очень-очень мощная... То есть она в любой момент может взорваться. Обращение к киевским властям. Вы не думаете, что это уже чересчур просто-напросто применять такое оружие? Уже вот это вот вы не замажете ничем. Все слышали? Артист, подержи камеру. Неуважаемый господин Порошенко, неуважаемые ублюдки из Нацгвардии и прочие, пытающиеся воевать с Новороссией. Знаете, Новороссия, сколько бы вы не бросали на нас таких устройств? Ласточек, ласточек. Как бы вы не пытались, как бы вы не пытались зародыши подавить великое государство в Новороссии, у вас это не получится. Если бы здесь не было этих уродов, я их по-другому не называю, этих ополченцев, это не ополченцы. У нас бы было бы все... Почему вся остальная Украина, 90% Украины живет без войны? Большая часть Донецкой области живет без войны. Так кто виноват? Слушайте, это твари, это они, я не знаю, как их знать, это твари, которые на машине выходили, вот у нас 10 подстанций, они 7 подстанций разбомбили. Эти сепаратисты или твари, я их сепаратистами не назовешь, это твари. И в больнице, возле больницы мирные люди лежат, они пушку поставили и расстреливают, а бабушки тут за них жопы дерут. Вот, чтобы вы не думали, что мы вас обманываем, вот. Люди, которые наивно думают, что здесь не наступать, я почему-то про них поддался. Установить крышу. Перед отстыковкой отсеков трассы растыковать. Немножко текст по-дебильному напишу. Шары системы посадки. Все, теперь дай еще раз общий план. И все, можно свернуть информацию. Весь мир отмечает День английского языка. Впервые его отметили в 2010 году с целью укрепить связи в многоязычном мире. Начнем с того, что английский язык, скорее всего, зародился от русского языка. Друзья, я верю, что лучшие найдения из человеческих правительств, которые в СССР, наконец-то привели к фокусу с древней реальностью, которые люди в Донбассе живут в последние месяцы. Гениально. Кун гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Идите. И без денег не возвращайтесь. Это может быть этническое спасение или просто попытка укрепить в сувереновании этнических русских граждан. Я не плачу 6 дней. Позвольте мне, пожалуйста. Ну, это я знаю. Те же люди, которые разрезают интегрирование наших граждан, убийство наших женщин и детей. Ну, я не знаю. Мне кажется, что ущемление русского языка идет. Мы не имеем с собой. Во-первых, мы не дадим пить свою свободу. И у нас есть способностьosedрить эту войну. Я обречу Иерит. Я обречу. Я обречу? Я обречу. Иерит. Иерит. Я обречу Иерит. Хорошо. Я обречу Иерит. Пашу Губарева. Помните этого провокатора, который весной 2014 года в Донецке объявил себя народным губернатором, призывал людей к беспорядкам, к свержению конституционного строя? Рассказал, что нужно приходить на референдум, голосовать за отделение Донбасса от Украины и создавать республику. И вот как только эту республику им создать все же удалось, Паша, как и подобает профессиональному новороссу, свинтил из Донецка в Москву, подальше от войны. Это пусть другие мучаются в этом Донецке, свободном от фашистов, конечно же. А Паша не дурак, чтобы со своей семьей жить в ДНР. Несколько лет Пашу практически не было слышно. Он ничего не писал в соцсетях. Видимо, в отличие от других профессиональных новороссов, Владимира Корнилова или Олега Царева, которые предпочитают любить ЛДНР издалека, Паша все же понимал, что эта позиция выглядит не очень достойно и старался лишний раз не отсвечивать. Но на днях Губарев все же всплыл из небытия и дал интервью российскому блогеру, имперцу и, понятное дело, украинофобу Максиму Калашенкову. И в этом интервью Паша Губарев рассказал, что без России войны на Донбассе не было бы. И война на востоке Украины стала возможна лишь благодаря российскому вторжению боевиков Игоря Стрелкова. Первым инициативно, и ничто ему не помешало, пришел Стрелков. И именно он, и именно без него бы дело загнулось. И в Донецке, и в Луганске. Загнулось бы так, как загнулось в Одессе и Харькове. Ему принадлежит вот эта роль, как вытащить восстание из обычного уличного безоружного беззубого протеста. Ну хорошо так, вытащил восстание из безоружного протеста. Седьмой год на Донбассе уже продолжается бессмысленное кровопролитие, в ходе которого тысячи людей погибли, обороняя Донбасс от матча Лиги чемпионов, украинских пенсий и здравого смысла. При этом там, где, как выражается Паша Губаре, все ограничилось беззубым протестом, никакой войны нет, люди живут мирной, нормальной жизнью, без блокпостов, пыток, подвалов и комендантского часа. И именно Стрелкову принадлежит роль того, кто спас этот протест от того, чтобы его просто задушили и затопили в крови. В переводе с языка профессиональных новоросов «затопили в крови» это значит вернули город к нормальной размеренной мирной жизни, без обстрелов, блокпостов, мародерства и беспредела вооруженных банд. Например, в Запорожье, где, как известно, русский протест затопили, но не в крови, а в яйцах и муке, сейчас строятся мосты, открываются новые аэропорты, там вообще никто не погиб и не пострадал, город живет и развивается. А на Донбассе, где, как выражается Паша Губарев, протест не удалось затопить в крови, эта самая кровь льется уже седьмой год, без остановки и без всякого смысла. Конечно, то, что говорит Губарев, не является какой-то сенсацией, он не открывает нам никакую Америку, все это мы уже давным-давно знаем, я об этом сам говорил десятки раз. Но, поскольку в Украине в 2020-2021 году все еще существуют особо одаренные политики, которые рассказывают, что у нас внутренний конфликт, гражданская война, в котором Россия не участвует, мне приходится повторяться и приводить новые и новые свидетельства и новые и новые доказательства того, что война на востоке Украины организована от начала и до конца Российской Федерации. Только за прошлый год в этом своем видеоблоге я опубликовал десятки видео с такими свидетельствами. Но, несмотря на это, находятся еще политики типа Лены Бондаренко, которые нам продолжают втирать дичь про гражданскую войну. Это действительно братоубийственный гражданский конфликт, это война между украинцами. Кстати, об однопартийцах регионалки Елены Бондаренко Паша Губарев тоже вспоминал. И он в очередной раз подтвердил, что люди Иванющенко, Януковича и Ахметова поддерживали и финансировали боевиков ДНР. Клан Януковича и Иванющенко участвовали, они создавали свои подразделения. Первое, чтобы ретироваться как-то или сейчас, или в будущем. Второе, чтобы сохранить активы, охранять свои активы. Подразделение Ходоковского, и он сам об этом признавал, правда, потом удалил это видео. Оно было создано как охранная Рината Махметова. Подразделение Аплот было создано этими силами. Подразделение Кальмус, неизвестно, тоже было создано при поддержке богатых людей. О, что же это получается? Елена Бондаренко, Ринат Кузьмин и другие недобитые регионалы наигранно проклинают на телеэфирах войну, которую их же однопартийцы и соратники разжигали и финансировали. Как некрасиво получается. Кстати, могу подтвердить, что в данном случае Паша Губарев говорит правду. Об участии регионалов в разжигании войны, о финансировании ими боевиков ЛНР и ДНР мы с Мариной Воротынцевой подробно писали в нашей книге, которая называется «Як Украина втрачала Донбасс». Там как раз подробно написано и о Бобкове, и о Боплоте, и о том, откуда взялся Захарченко, и как он связан с Бобковым, и про людей Януковича там есть. Кстати, Паша Губарев скромно умолчал в своем интервью, что одним из таких людей Януковича был он сам. В нашей книге все это есть, там мы подробно расписываем, откуда Паша Губарев взялся. Так что ничто не забыто и никто не забыт. Наряду с тем, что они держали какие-то рубежи, они охраняли предприятия Ахметова. Но что такое он говорит? Ренат Леонидович финансировал террористов и убийц? Да не может такого быть. Ренат Ахметов не такой, а Ходоковский. Разве может этот честный, бескорыстный витязь русского мира брать деньги у олигархов? Ведь они же говорили, что это все за идею, за Россию. А тут такое. Явно этот Губарев что-то темнит. Ну а если серьезно, то мы видим что? Что в очередной раз непосредственный участник тех событий подтверждает два тезиса. Первый. Война на востоке Украины организована Российской Федерацией и была бы невозможна без вмешательства из России. Второй момент. России в разжигании этой войны активно помогали и содействовали наши местные предатели и коллаборанты из числа регионалов, которые сейчас фальшиво сочувствуют Донбассу, ходят на эфирах и показательно жалеют страдающих от войны людей. Они рассказывают, что они против войны, которые сами же помогали разжигать и финансировать. Все это мы в Украине говорили с весны 2014 года. И сейчас россияне, сами же участники тех событий, по сути признают, что мы были правы. Тогда они кричали, что мы все врем, мы клевещим. Сейчас они признают. Да, все именно так. Вы что не знаете об этом что ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова